Девушки отдыхают Потому что мы похожи на быков? Ну, мы оба, как бы это сказать, большие. Оба большие. Выглядим как терминаторы. Иронимы. Ты Джон Иронимый? Да, думаю, да. У нас обоих есть сходство с Фердинандом. Люди часто судят тебя по твоей внешности. Мне кажется, нравится нам это или нет, но такова человеческая натура. Думаю, многие люди так поступают, но тут дело больше в том, чтобы потом дать человеку возможность быть собой. А сам ты встречаешь других по одежке или нет? Вообще-то да. Вот видишь? Вот, например... Я тут посмотрел фильмы, в которых ты снимался, и там что-то вроде 200 картин, где ты играешь на ринге самого себя, и я бы не сказал, что ты выглядишь очень добродушно. Но это то, что делает актера особенным. Они используют как бы одного и того же супергероя Джона Сену посреди ринга. Сделай это снова, мы одержим победу. Фердинанд про то же самое, но он более мягкосердечный. Хорошо. А расскажешь нам, может быть, какие у тебя есть слабые места? Может, ты цветы любишь? Или мягкие игрушки? У тебя есть дети? Нет, у меня нет детей. А для меня дети моя слабость. Твоя слабость? Да. Для меня это девушка, которую я люблю. Поужинать вместе, в кино сходить. Да, вот это я, наверное, люблю. Это моя слабость. А почему ты согласился озвучить Фердинанда? Для меня это большая честь, честно говоря. Для меня это уже огромная честь. Я об этом мечтал. Для меня это честь, потому что я смог узнать эту историю и поработал с людьми, которые уже создали большое количество очень крутых мультфильмов. Но для тебя это был первый опыт работы с анимацией? Да. А эта книга, на которой основан фильм, довольно популярна в США, да? 80 лет уже переиздается. Мы говорили с Карлосом Салданой сегодня, и я спросил, сколько времени он делал этот анимационный фильм? Четыре года. Да. И началось все... С дубляжа. Да? Да. То есть самая первая вещь, которую Салдан сделал, твой голос, голос Фердинанда. А потом они стали работать над анимацией. Четыре года. Да. Это невероятно. Я на самом деле был плотно вовлечен в процесс примерно последние полтора года. Они начали с концепции, истории, с черновых набросков, с разработки персонажей. Потом выбрали, кто будет их озвучивать. Тут появляемся мы. Потом мы даем голос анимированным персонажам. Анимация становится все круче и круче. Вот тебе и фильм. Наш персонаж любит природу, цветы, вот это все. А ты как? Больше городской житель? Да, в этом мы с Фердинандом отличаемся. Люблю спокойно расслабиться на природе, но мне бы скорее хотелось сидеть в обустроенном месте и смотреть оттуда на природу. Не люблю кемпинги. Все это... Вообще... Не любишь кемпинги? Нет. Это не про меня. А в России ты никогда не был? Несколько раз был. Правда? Свивии. Был в разных городах. Россия прекрасна. А где именно был? В Москве, Санкт-Петербурге. Был несколько раз. О, да. Прекрасные города. А тебе какие фильмы нравятся? Я очень чувствительный. На фильмах рвать. Да ладно, не верю. Честно. Если фильм хороший, то легко. На всяких драматичных сценах. А чем ты в свободное время любишь заниматься? На природу ездишь? Да, мне нравится природа, палатки. Езжу с дочерями. У меня их две. 11 и 6 лет. Они очень ждут премьеру Фердинанда. Круто. Мы с ними много путешествуем, объездили всю Калифорнию. В России еще на байдарках плаваем, потому что у нас тысячи километров рек. Можно с палаткой поехать на несколько дней. И там вообще никого. Россия – отличное место для походов, но очень дикое. Так, а чем ты в отпуске занимаешься, например? Да мне вообще нравится работать. А какой из проектов, в которых ты участвовал, твой любимый? Честно говоря, вот этот анимационный фильм меня очень увлек, потому что я никогда не работал с анимацией, а дублировать абсолютно не то же самое, что сниматься в кино, потому что все очень быстро происходит, все эмоции стремительны, у тебя нет ни секунды подумать. У нас, кстати, есть для тебя подарок. Это единственная тарелка, которую Фердинанд не разбил в посудной лавке. Это из России, с любовью. Красная площадь, центр Москвы. Прекрасно, спасибо большое. В России у нас есть традиция, что в первый съемочный день вся команда собирается, вся, расписывается на тарелке, здесь расписывается директор, продюсер, актеры, потом берут тарелку и разбивают о штатив камеры. Кусочки разбираются с съемочной группой и хранятся. Такая традиция. Прекрасно. Мы должны сделать с этой тарелкой то же самое. Она же очень красивая. Нет, нет. Это подарок. Спасибо огромное. Из России, с любовью. Спасибо. Спасибо.